ну как я вам и говорил заднего кардана у меня отсутствует заказали ждем пока езжу на переднем приводе так ну давай посмотрим подойдут ли она там 4 болта принципе надо разберем посмотрим ну а тут чувака какие плюсы здесь видишь листок что получилось как здесь шлицевое соединение она из-за этого нагрузки меньше на подшипник вот чё пошли посмотрим чем разница у нас заводская но и чё скажешь эти болты вытаскивать вот это вот подлиннее или чернее мне кажется одинаково мы же меряем от этой посадки надо должно подойти давай попробуем вытаскивать то есть размеры подходят все разбираем дальше смотрим вот она редуктор посмотрю через вас вроде все чистенько вот такой чулок сюда поставим назад редутер посмотрим шайбы преднатяга ну и усиленные полуоси воткнем вот он самоблок авэтажный сейчас мы все это разберем вскроем самоблок посмотрим сателлиты ну и в крайнем случае не крайнем случае а сразу заменим шайбы преднатягу чтобы потом его не разбирать итак смотрите поставил сразу новые тяги установил ферму чья ферма не буду говорить короткие с этой стороны сразу говорят более надежнее чем завод будем кататься смотреть пробег 24000 сален блок лопнул он даже рукой шевелится просто не видно не видно вот смотрите видите трещина просто порвался 24000 пробега два года машине авто вас конечно припух если честно сказать с таким качеством меняйте вовремя ну все заводские тяги пока отвезем в гараж это новые тяги которые поменяли когда я в сервис обращался и полуоси все это пока будет лежать в гараже поставил все новое надеюсь почему-то когда едешь ребята хочу сказать обратить внимание сейчас покажу вот я ездил и у меня стук был когда трогаешься останавливаться тык-тык тык-тык то что у меня улезь оторвалось вот здесь появился люфт на заводских вот этих тягах долго не могли найти в чем стук но в конце концов он оторвался и мост ушел кардан шурсовый естественно вылетел бывают очень такие печальные штуки поэтому я считаю что нужно их поменять сразу вот эту всю тему ребята есть возможность поменять вот смотрите саленчик да это как называется пыльчик пыльчик да и смазка прям битком забита какая-то белая молочки молочки есть закрывай здесь ребята я решил самостоятельно разобрать редуктор тут принципе не сложно четыре болта откручиваете и освобождаем здесь восемь болтов откручиваем освобождаем ведомую шестерню и принципе все здесь ребята пять болтов под шестигранник нужно аккуратно чтобы шлицы не сорвать чтобы в дальнейшем можно было открутить здесь снял крышку на крышке на крышке износа нет сами видите рабочие моменты все в идеальном состоянии масло присутствует полуосевая шестерня тоже износа нет никаких как говорится сложностей тоже я там не увидел сателлиты то есть пять сателлит сверху пять сателлит снизу тоже как видите все нормально ну и в самом корпусе все отлично стружки нету получается что самоблоки вечные вот осмотрел еще раз посмотрел все нормально ребята здесь находится шайба преднатяга вот сейчас вам покажу это есть шайба преднатяга пять штук износа них вообще никакого нету что нужно сделать для того чтобы был износ я не знаю пока здесь застаю еще одну шестерню полуоси ну и сам корпус посмотрите износа нету если будет масло у вас как видите металл добротный здесь я решил разобрать новый дифференциал повышенного трения от АВТ но чтобы время не тянуть новый есть новый все новенькое все нормально там редуктор собрали тут уже метки выставлять не надо то есть по меткам метки уже были выставлены до этого когда первый раз собирали вот то есть сейчас все нормально просто сейчас мажем герметиком устанавливаем назад ставим полуоси и все все на родное место фиксируем ставим полуоси заливаем масло то есть заводские болты все подходят да ну и отлично затягиваем здесь мы с вами просто затягиваем гайки самый простой способ да чтобы потом не заливать быстро да пока одной полуоси нету то есть она снимается шлицы ну как напередку да Мишка получается тут сальник теперь тут сальник стоит сальник надо смазывать получается и вот такая на конус все пошла да все на конус затягивается здесь установили задние колодки по месту ну что давай посмотрим ставь крышечку все ли у нас сходятся не сходятся все отделась ну да все отлично итак друзья Михаилу большое спасибо позвонил приехал в назначенное мне время уделил время автомобиль сделал разобрали сколько мы потратили время сегодня прилично у нас там какие-то косяки нюансы да нюансы были вот поэтому приезжайте к Михаилу от моего канала вам скидочка адрес 31 линии 13А я всегда рады видеть телефончик 224697 звоните записывайтесь приезжайте все ребята будьте здоровы пока пока всего хорошего так давайте подведем итоги по проделанной работе что хотел в принципе я сделал все вам показал по самоблоку разобрал старый разобрал новый сателлиты без изъянов все отлично 20 тысяч пробега на них населил как мог шайбы при натяга менять не стал потому что они в идеальном состоянии вот износа никакого нету поэтому если будете заказывать самоблоки по моему промокоду 0 на 7 пускай вам лучше подшипники положат в комплект это будет думаю надежней так по полуосям полуоси встали нормально болты заводские которые чулок с полуосями зажимается то есть все подходит ничего мудрить не нужно все встало масло залили вот 22 шлица все работает все прекрасно так третий вопрос по как они называются реактивным тягам реактивной тяге 24 тысячи пробега на машине одна реактивная тяга в сайлентблоке потрескались вот поэтому меняйте вовремя и то что у меня реактивная тяга оторвалась видео до этого есть у меня щелкало постоянно когда начинало трогаться тынь-тынь-тынь-тынь и мы не могли найти где этот стук находится вот он вылез реактивная тяга оторвалась карданный вал вышел вот теперь карданный вал и прочее все это в денежку все это в ремонт встало поставил другой фирмы зеленого цвета вот там вроде какие-то новые технологии по резинкам вот сейчас на новых катаюсь ни стука ничего нету все мягенько как будто и не слышно ну и кардана короче говоря у меня нету сейчас все на этом видео будет заканчивать заказывайте продукцию АВТ по-моему промокода 007 Оренбург как я и говорил вам в подарок положат или шайба преднатяга или подшипники но лучше заказывайте подшипники потому что шайба преднатяга я не знаю что нужно сделать чтобы они стерлись ребят все отлично все будьте здоровы надеюсь информация была полезная ставьте лайки обязательно пишите комменты вот подписывайте друзей пока будьте здоровы то так что это было это что это он Продолжение следует...